Здравствуйте, дорогие читатели! 21 марта отмечается необычный праздник – День ароматов. Сегодня мы хотим вас познакомить с серией книг «Аптека ароматов» современной детской писательницы Анны Руя. Во все века ученые пытались отгадать тайну состава того или иного аромата. Многие ароматы приходят в этот мир, чтобы остаться в нем навсегда. Они становятся легендами. Если верить древнегреческому хиософу Платону, первые ароматы изобрели легендарные атланты, научившие этому искусству египетских грецов. Египтяне знали такие благовония, как камфора, амбра, мускус, ладан, мира и сок бальзамического дерева. В Египте и появились первые духи, которые включали в себя розмарин, розовое масло, анис, лимон и привезенный из Индии масло сандала – вечно зеленого тропического дерева, которое так любила царица Нефертити. В каждой стране у женщин были свои любимые ароматы. В Индии женщины после ванны натирались маслом из роз или жасмина. Китайские красавицы пользовались духами из цветов фиалки. Японки носили с собой инро – маленькие лаковые коробочки с ароматической смесью, которые они натирали лицо и руки по нескольку раз в день. Древнегреческие красавицы после купания предпочитали натираться ароматизированным оливковым маслом или духами из лепестков роз, которые, согласно легенде, придумала богиня Афродита. Изготовлением духов во всех странах занимались алхимики, но в начале XII века в Париже королевским указом была основана первая гильдия парфюмеров. Парфюмерам нужно было уметь разбираться в запахах. Знать многие профессии – садовника, алхимика, аптекаря и даже врача, потому что большинство ароматических веществ использовались не только для создания духов, но и для лечения болезней. Франция считается родиной духов. Француженки обожали духи. Французские парфюмеры придумывали исключительно для них духи с необыкновенными ароматами, рецепты которых хранились в рожащей тайне. За разглашение рецептов парфюмерам грозила смертная казнь. Во Франции также находится самый большой в мире музей духов. Коллекция музея насчитывает свыше полутора тысяч ароматов. Во все времена ароматам приписывалось множество полезных свойств. Считалось, что они препятствуют старению, поднимают настроение, защищают от отрицательной энергии и делают людей счастливее. Многие ароматы способны дарить нам приятные воспоминания. Духи присутствуют в жизни каждого человека. Мы брызгаемся ими каждое утро перед выходом на работу, отправляясь в гости, посещая театры, музеи, кафе. Ароматы сопровождают нас всюду, куда бы мы ни отправились. Многие писатели посвящали ароматам свои произведения. Среди них немецкая детская писательница Анна Роя. Она родилась в 1977 году в Берлине. Укладывая спать сына, она читала ему свои придуманные сказки, которые в будущем стала издавать. Серия называется «Аптека ароматов». Герои книг сразу же влюбили в себя детей со всего мира. «Аптека ароматов» – таинственное место, скрытое от посторонних глаз. Немного лет хранятся ароматы, обладающие огромной магической силой. Одни – помогают спастись от неприятностей. Вторые – принять человеку любое обличие. Третьи могут ранить или даже убить. На протяжении долгого времени за аптекой ведется охота. В каких руках окажется уникальная коллекция? Какие страшные секреты с ней связаны? Об этом читатели смогут узнать, прочитав волшебные книги. Тайна старинных флаконов Люци с самого начала знала, что переезд в новый дом ни к чему хорошему не приведет. Тем более, когда речь идет о старой вилле, которую все в городе называют проклятой. Девочка была уверена, что умрет тут со скуки. Но как же она ошибалась? В один прекрасный день она нашла под лестницей тайник со старинным ключом. Это было только начало. Вместе с братом Бено и их новым соседом Мацом, Люся обнаружила в доме и другие сюрпризы. Среди них подземный ход, ведущий в очень необычное место – аптеку ароматов, которую построил прежний воделец виллы. В аптеке можно найти множество флаконов со странными надписями. Аромат вечности, запах вчерашнего дня, гневная нота. Что это такое? Для чего нужны все эти предметы? Но главное – все здесь указывает на то, что этой аптекой кто-то пользуется до сих пор. Во всем этом, ребятам, и предстоит разобраться. Загадка черного цветка После того, как аптека ароматов перешла в руки Люцы, Бено и Маца, жизнь ребят изменилась до неузнаваемости. Теперь им нужно освоить тонкую науку создания волшебных ароматов, а также защитить аптеку от злодеев, которые долгое время использовали ее сокровища в корыстных целях. Но враги не собираются так просто сдаваться. Пробравшись ночью в аптеку, они украли самое ценное, что тут было – метеоритный порошок, без которого невозможно приготовить ни один волшебный запах. Ребята понимают, если они не вернут порошок в самое ближайшее время, то жизни многих людей окажутся в опасности. Чтобы найти преступников, Люце и ее друзьям придется отправиться в Голландию, где на каждом шагу их будут поджидать новые тайны и испытания. Секрет города вечных В Голландии ребята напали на след преступников и готовы к любым опасностям. До них дошли ужасные новости. При помощи метеоритного порошка злодеи собираются создать самые опасные ароматы на свете. Ребята понимают, что должны предотвратить ужасные преступления, но для этого им придется отправиться в Париж, город полный загадок и тайн. Турнир – тысячи талантов. Не успели ребята предотвратить предыдущие преступления, до них снова доходят тревожные слухи. Злодеи снова замышляют что-то опасное. Они созывают детей знатных семей, знающих о волшебных ароматах, на специальный турнир. Возможно, они хотят выявить самых талантливых, умеющих обращаться с магией ароматов. Но зачем им это? Что они задумали? Люци должна найти ответы на эти вопросы. Но для этого ей придется отправиться на турнир и сразиться за первое место. На магическом турнире Люци предал один из ее друзей, Эдгар. Как пережить измену друга? Как не позволить ему натворить страшных дел? Вот главные вопросы, которые теперь так мучают главную героиню. Девочка не сомневается. Бывший друг задумал что-то очень опасное. Люци и ее команде нужно остановить его. Но для этого друзьям придется воспользоваться помощью того, кто совсем недавно едва их не погубил. Наследники таинственной виллы Заключительная книга серии. Никогда еще волшебные ароматы не были в такой опасности. Эдгар настроен решительно. Он всеми силами пытается проникнуть на виллу и захватить аптеку ароматов. Люци необходимо сделать все, чтобы защитить свой дом и своих друзей. Однако Эдгар очень хитер и с каждым днем становится все сильней. Но добро всегда побеждает зло. Приключения продолжаются. На этом наш обзор подошел к концу. Все книги, представленные в обзоре, вы можете взять в нашей библиотеке. Предлагаю вам познакомиться с рекомендательным списком литературы и прочитать другие произведения этой замечательной детской писательницы, а также книжные новинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова